В этот раз у нас горячая новинка сезона – новенькие скауты сафари, на сегодняшний день это самые доступные внедорожные мотоциклы, давайте же выясним что они могут, погнали! Привет-привет, с вами Рви Машинс, ваш привычный голос за кадром и у нас сегодня в обзоре очень интересная техника. Это новые внедорожные мотоциклы скаут сафари, производства Иштехмаш, город Ижевск. Они только-только запускаются в серию и мы раздобыли для испытаний одни из первых образцов, за что большое спасибо магазину Мотоград, впрочем к моменту выхода этого ролика сафари уже должны быть в свободной продаже. И сразу надо прояснить один нюанс – на сегодняшний день сафарики, наверное, самая доступная техника этого класса. Мы обязательно рассмотрим вопрос цены в нашей традиционной рубрике в конце ролика, так что смотрите до конца, тем более там вас ждет кое-какой сюрприз. Но перед этим мы всячески испытаем эту технику, чтобы вы могли понимать, что она может и чего от нее ждать не стоит. Ну а прежде всего мы как обычно посмотрим, как тут все устроено, так что устраивайтесь поудобнее и давайте начинать, приступим! Друзья мои, запасайтесь антикомарином, обмазывайтесь гелями, обливайтесь чем-нибудь еще, потому что комаров в этом видео просто адский легион, это просто бедствие какое-то в этом сезоне. Спасаемся от них как можем, но все же мы доехали на сафари как до этого невероятно живописного места и давайте именно здесь их и изучим. То что они грязные кое-где не смотрите, дорога сюда не самая простая, но все основное думаю прекрасно видно. Итак у нас с вами две модификации сафари. Основное отличие между ними – это подвеска, на одном она есть спереди и сзади, на другом ее нет. В остальном по большей части все одинаково за исключением небольших нюансов, чуть позже их покажу. Вообще конструкция здесь самая простейшая какая только может быть – в основе крепкая рама из стальных труб с толщиной стенки 2,8 мм. На раме установлен, да-да, всеми любимый двигатель LeFan, в нашем случае это 6,5 сильный мотор, объемом 200 кубов. Мотор работает в сочетании с герметичным центробежным сцеплением в масляной ванне, оно цепями передает привод на заднее колесо, на довольно большую звезду. Тормоз дисковый гидравлический, тормозом оборудовано только заднее колесо. Колеса кстати от квадрика, низкого давления с внедорожным протектором, сидение небольшое, но довольно мягкое. Спереди и сзади установлены крепкие багажники, либо под кофры, либо можно крепить груз прямо к ним. Подножки складные, подпружиненные, грамотная вещь для движения в колее, стоят большие крылья из пластика, а значит грязь защиты должна быть на уровне. Как я уже говорил, на версии с подвеской установлены маятники спереди и сзади с пружинно-гидравлическими амортизаторами. Также на этой версии руль имеет регулировку по наклону. На более простом байке подвески нет, а руль жестко закреплен к рулевой стойке. В итоге конструкция действительно простейшая, здесь нет абсолютно ничего лишнего, соответственно вес также минимальный, весит байк всего лишь 50 килограмм, легко окантуется вручную. Кстати в качестве доп опции можно установить вот такое прицепное устройство, к которому крепится специальная мототележка, грузоподъемность ее 150 килограмм, но потянет ли ее с грузом наш сафари? Вот и проверим. Остается добавить, что у нас здесь простейшее управление, есть только газ и тормоз, а чтобы запустить мотор надо дернуть стартер, никакого тебе электрозапуска. Наши испытания мы по традиции начинаем с асфальта и сразу же проясним момент с документальным сопровождением. Скаут сафари сертифицированы как спорт инвентарь, соответственно не требуют прав и ПСМ, ну а значит формально не предназначены для движения по дорогам общего пользования. Тем не менее как они едут по асфальту мы должны знать. И первое о чем хочется сказать, это на удивление удобная посадка, несмотря на небольшой размер сафарика и мой рост 1,87 м. По ощущениям сидишь скорее на скутере, чем на мотоцикле, эдакая удобная табуретка на колесах, на дороге держится отлично, управляется без нареканий, в общем можно ехать довольно комфортно. Хватает ли 200 кубового мотора? Учитывая вес сафарика в 50 кг вполне хватает. Моторчик низкооборотистый, крутящий момент сам по себе хороший, плюс надо учитывать редуктор и довольно большую звезду, ну а все вместе это обеспечивает довольно бодрую тягу. В общем моторчика для своих задач хватает, если же конечно вы не собираетесь на нем дрэкрейсить или стантить. Очевидно, что сафари техника не скоростная, но проверить максимальную скорость все же нужно. Разгоняемся и смотрим показания трекера. Итак 40 км в час, больше выжить не получится, сказывается ограничение редуктора, но для такой техники и этого вполне достаточно. Кстати в ближайшем будущем появится модификация с сафарика с восьмисильным мотором, не знаю как это отразится на его характеристиках и увеличится ли максимальная скорость, скорее просто это еще больше прибавит тяги. Хотя повторюсь, даже сейчас тяги хватает, мы цепляли телегу и я в нее садился, и это практически не отражалось на скоростных характеристиках. Хотя это конечно ровный асфальт, тут тележку тягать нетрудно, посмотрим что будет на грунте. Ну и наверное давайте туда перемещаться, жизнеспособность техники на асфальте очевидна, хотя это все же не ее стихия. Кстати друзья мои, я давно хотел вам показать вот этот телефон. Это ульфон армор 3в, мне его присылал производитель примерно полгода назад с просьбой составить о нем свое впечатление, ну и рассказать вам. Что ж, рассказываю. Ульфон – шикарная аппарат для тех, кому нужен мощный защищенный телефон с огромной батарейкой. Корпус изготовлен из алюминия в сочетании с поликарбонатом и с виду телефон конечно это такой брутальный увесистый кирпич, да и весит он прилично – 350 грамм, зато он ударостойкий и не боится полных погружений в воду. При этом батарейка аж 10300 мАч, она держит зарядку при обычном использовании до 4 дней, а в режиме ожидания вообще может жить больше месяца. Телефон оборудован новейшими технологиями, тут и мощный процессор, и сканер отпечатков пальцев, и фейс айди, и большой яркий экран горелла глаз 5, и камера сони 21 мегапиксель которая может снимать под водой. В арсенале телефона множество встроенных полезных инструментов, всяческие измерительные приборы, пульсомер, компас, шумомер и много другого. При этом за полгода использования глюков не замечено, телефон работает шустро и четко, в общем если не боитесь больших и увесистых трубок, но при этом вам нужен защищенный корпус и огромная батарейка, однозначно присмотритесь кульфон, ссылочка будет в описании. Ну а нам пора снова на сафари, вперед! Само название сафари примерно обозначает стихию этого байка. Это загородные трассы, грунтовки, охотничьи маршруты, поездки на рыбалку и даже путешествия по лесным тропкам, а то и вовсе можно просто пробираться без всяких дорог куда вам угодно. И тут надо отметить еще одно огромное преимущество байка – он очень компактный, а следовательно его легко транспортировать, в стандартный прицеп спокойно влезает две штуки. Более того, сафари помещается в багажник универсала или кроссовера, если сложить заднее сидение, ну а вес в 50 кг позволяет грузить без трапов, лучше конечно в 4 руки, но при определенной сноровке можно и одному. Так что грузимся в машину, доезжаем до точки, выгружаемся, дальше мчим на рыбалку, охоту за грибами да хоть на сафари. И кстати 40 км в час для грунта это гораздо веселее чем на асфальте, поверьте мне. Теперь затронем довольно важный момент, как уже сказано есть две модификации с подвеской и без, и думаю тут уместно озвучить разницу в цене между этими версиями – это 8000 рублей. Ну а стоит ли наличие подвески этих денег решайте сами, а я вам для примера покажу как проходит эта техника один и тот же большой корень. Вот версия с подвеской, а вот версия без подвески. Далее есть способ значительно расширить области практического применения техники. Как вы уже догадались в этом нам поможет мотоциклетный прицеп. Стоит такая штука 13000 рублей и с ней сафарик превращается в настоящую рабочую лошадку. Сгонять за дровами, нагрузить урожай, перевести трофеи, набрать чермета на сдачу в конце концов перечислять можно много, благо грузоподъемность тележки в 150 кг позволяет придумать много полезных задач. Справляется ли сафари с этим прицепом? Как я говорил на асфальте, что он есть, что его нет – разница практически не ощутима. Да и на грунте наши баки таскают тележку со мной и мои 87 кг не испытывая никаких затруднений. Так что даже в подъемы с груженной тележкой сафари забирается довольно бодро. Что касается способности мотоцикла двигаться вообще без дороги, то это действительно не привлечение. Конечно, по лесным зарослям продираться плохая идея, но по обычному средне-густому лесу вполне можно и сквозануть. Огромную помощь в этом оказывает минимальный вес 50 кг. За счет этого можно перескакивать бревна и перетаскивать через них технику, если клиренса все же не хватает. Ну а кроме этого небольшой вес обеспечивает высочайшую маневренность и при необходимости можно довернуть байк вручную, развернувшись буквально на месте. Что касается преодоления бездорожья. Формально сафари все же не для этого. Но вы же нас знаете, мы были бы не мы, если бы не испытали его в грязи. Тем более небольшой вес снова играет в нашу пользу. К тому же не менее полезны здесь колеса низкого давления с хорошим протектором. В общем, можно ползать и по грязи, как вы видите. За счет низкой посадки легко контролируешь равновесие на сложных участках с помощью ног, упасть совершенно не страшно, ну а складывающиеся подножки позволяют преодолевать довольно глубокие колеи. Более того, как мы помним, у нас здесь не вариатор, а герметичное центробежное сцепление. Оно хоть и не позволяет развивать больших скоростей в отличие от вариатора, но зато не боится воды, так что можно брать броды глубиной вплоть до воздухозаборника. И все же сафари – это та техника, на которой гораздо проще объехать препятствия, нежели рубиться напрямую. Не нужно бросаться в самый замес, почти всегда есть вариант пройти по бровке или объехать по лесу. Сами будете в итоге чище, да и времени и усилий потратите гораздо меньше. И мы подходим к нашей традиционной рубрике – разговор о ценах. Итак, скаут сафари, версия без подвески, стоит 45 тысяч рублей, версия с подвеской будет стоить 53 тысячи рублей. Ну и обещанный сюрприз. Если решите покупать, скажите, что вы наш подписчик, и вам дадут дополнительную приятную скидку. Скидка будет в магазине Мотоград по ссылке в описании. На этом наш ролик подходит к концу, но прощаться мы по традиции не будем, увидимся в комментариях прямо сейчас. Жду ваших мнений про технику, нравится или не нравится, существуют ли альтернативы за подобные деньги? Спасибо, что прокатились с нами сегодня друзья, подписывайтесь на канал и включайте кнопку колокольчика, если вы хотите всегда узнавать о наших новых роликах. Оставайтесь с нами, впереди много интересного, до встречи!